Всем здарова, с вами Эдгар, вы на канале Мысли от Эдгара. Сегодня поговорим, ребята, на тему, как добиться того, чтобы у вас все было под контролем в этой жизни, добиться своих целей, успеха. У каждого, конечно, свой успех, свои какие-то высоты и понятия. Я буду говорить, исходя из своего понимания, чисто мои суждения, мои понятия, что для меня есть богатство и так далее. А что для меня есть богатство или там уровень жизни, то, что мне лично нравится, это вы можете посмотреть на моем канале. Также есть у меня семейный канал, Семья Багдасарян. Можете перейти и подписаться, там очень много интересного в плане, как я живу, что я делаю, взаимоотношения с семьей, как выстраиваются эти взаимоотношения, что есть для меня семья, быт и все такое. Потому что судить человека можно, исходя из его дел, его действий, его результатов. Но хочу начать с того, что есть самая главная фишка. Вот вчера я подумал, мне очень часто задают этот вопрос. Эдгар, ну вот в чем суть достижения успеха? Как так, что ты заработал денег, вот у тебя семья и все такое. Я сидел, думал, что есть одно такое важное в моей жизни, ну вообще в целом, чтобы в принципе любой человек добрался до такого момента, где он может сказать с гордостью, что да, я это сделал, у меня это получилось. Ну что-то типа внутренний голос тебе говорит, да, я красавчик. Сам для себя это говоришь. Не для окружающих, чтобы там выпендриться, понтануться там перед кем-то. Просто для себя, сам себя уважаешь и говоришь, да, я молодец, все делал правильно. Так вот, думаю, я думал и пришел только у меня к одной мысли, одна единственная фишка, что должен уметь делать мужчина. Насчет женщин чуть другая тема, именно вот мужчина. Короче говоря, ребята, нужно постоянно контролировать все, что вокруг тебя происходит. И ни на секунду не расслабляться до самой смерти. Ну, у меня лично, я как-то так это понял. Постоянно все должно быть у мужчины под контролем. С самого детства. Если ты такой человек, то ты добьешься успеха в любых направлениях. Это в семейном понятии, в денежном понятии, в философском понятии, вообще в любом направлении. Потому что самая главная проблема как раз-таки у людей именно в этом. Люди не хотят держать под контролем свою жизнь. Под контролем еще там подразумевается много всяких нюансов. Такой нюанс, как ответственность. И тоже проблему у многих людей. Не хотят брать на себя ответственность. Ни за что. Ну вот если взять даже семью, да. Идеальная семья просто не существует. Есть работа над семьей. Над понятием семья. Когда вы находите себе пару, вы должны потихонечку, помаленечку, ежедневно работать над взаимоотношениями. Нету никакой там любовь. Ну вот эта вся бредятина. Вот эта вся красота. Халява, тусовка, вечеринки и все такое. Люди делают всегда очень большую ошибку. На начальном этапе все уходит на веселье. Люди выгорают. Потом мы не сошлись. Мы друг друга не поняли. Детей понаделают. Разведутся, разбегутся. Все друг друга бросают. Никто ни за что отвечать не хочет. Вот это ответственность. Какая бы ни была у вас там трудная жизнь. В чем бы там вы не уперлись в этой жизни. Должна быть четкая ответственность. В первую очередь это должен делать мужчина. На то он и мужик. Мужчина все должен держать под контролем. Должен брать на себя ответственность. Плюс ты должен. Да, да, ребята, должен. Многие так боятся этого слова. Я что, кому-то что-то должен. Да, должен. Себе должен. Жизни должен. Природе должен. Своей семье должен. Да, детям должен. На хрена ты нужен вообще на этой планете Земля, как мужик, если ты не можешь на себя брать эту ответственность. Да, должен. Так вот, в этом и заключается у многих людей вот проблема. Заморочка в этом. Что не хотят отвечать ни за что. Ни за жену, ни за детей, ни за понимание брака. Ни за бизнес, ни за партнеров. Ни за то, что обучаться и улучшаться. Лень у многих людей, да. Я вот, смотрите. Мне 37 лет. И я в своей жизни вот четко понял, что хочешь чего-то добиться, нужно постоянно делать что-то потихонечку, каждый день. Останавливаться нельзя. Нужно всегда это делать. Разбогател ты там, не разбогател. Какой у тебя уровень? Остановишься. Все, хана, короче, тебе. Развалится все. Семья развалится. Заработок твой развалится. То, что ты имел, это все развалится, короче. Все развалится. Так вот, если внутри тебя сидит такое понятие, что вот я достиг какого-то уровня, вот планочка твоя была, да, там, не знаю, у тебя планка была 1000 рублей, ты достиг такой, ну и все, отдыхаем. Ну все, кранты. Короче, ты все потеряешь. Нету какого-то уровня, где ты должен достигнуть, в общем-то, чего-то и такой остановился, расслабился, и все должно само по себе работать. Нету такой темы, ребята. Во всех направлениях жизни, вообще во всех, что бы вы там ни сказали, во всем нужно постоянно двигаться. Потому что жизнь так сделана, выживает сильнейший, все движется, мы все в движении, мы просто, блин, бесконечное движение. И если ты начинаешь тормозить, то ты что? Ты тормоз. А что бывает с тормозами? Ничего хорошего не бывает. Так что, ребята, двигаемся, постоянно двигаемся. Например, вот есть сад-огород, да. Вот, многие люди вот приходят, я уже вот несколько лет колдую над своим ландшафтом, да. Высаживаю деревья, кустарники, полив, система. Вот все это дело изучаю. Бережно отношусь к своему саду. Серьезно отношусь к своим растениям, особенно к деревьям. Потому что они поумнее людей будут, деревья. И многие это воспринимают. Ты что? Как так можно говорить? Типа, дерево умнее человека. Вы просто слишком много о себе возомнили, человеке. И не можете понять, так сказать, врубиться, что дерево намного дольше вас живет. Намного умнее, намного эффективнее. Дерево на одном месте может стоять и выжить. Тысячелетиями может жить. Ты человек, блин, можешь всего лишь там сто лет от силы, да. При этом ты двигаешься, и ты проблемщик. А дерево, стоя на месте, молча, смотрит на тебя и тысячелетиями изучает тебя, твоих детей, твоих пра-пра-пра-пра-пра-правнуков. Кто тогда умнее и сильнее, ты или дерево? Просто понимания у людей нету. Почему, вот опять-таки, тут тоже вот это понятие ответственность. Ответственность за что? За природу. Если у тебя есть ответственность за природу, у тебя есть понимание природы. Что есть природа? Что есть тоже вот это же дерево? Так что дерево надо растить. И это требует какой-то времени, да, вот, чтобы вырастить фруктовый сад. Вы не можете это за пять минут сделать? Сейчас не в моде какие-то фруктовые сады, вообще что-то выращивать. Для кого-то это, типа, стрёмно, западло. А вот и что-то там для бабушек это дело. Ты просто придурок, если ты так размышляешь. Природа не имеет возраста, не имеет каких-то ограничений там. Природа это часть тебя. Если ты стремаешься того, что ты в огороде там помидорку вырастешь или дерево посадишь, ну ты просто чмошник, просто сачок. Ты боишься, стесняешься природы. Надо же так вообще размышлять. Значит, у тебя силы духа нету, ты слабый человек. Сильный человек не стесняется природных, естественных вещей. Ему не стрёмно за это, понимаете? Запомните, зафиксируйте. Если будете вдруг обламываться в чём-то, подумайте про мои слова. Я не обламываюсь. Это будет для вас фиксирующей такой позицией. Эдгар не обламывается. Природа это часть нашей жизни, ребята. Нужно к ней относиться серьёзно. И вы должны разбираться, как растёт морковка, блин, как растёт дерево, как выращивать орехи. Люди же ничего не умеют делать. В общем-то, человечество деградирует. Это просто ленивые, трусливые деграданты. Вот примерно наше человечество. Катится хрен его знает куда. Если ты начинаешь говорить за какие-то серьёзные вещи, такие как семейные взаимоотношения, понятие семья – это просто, блин, основа основ человека. Если ты не умеешь брать ответственность за семью и до конца жизни отвечать своей жизнью за свою семью, ты слабак, у тебя очень низкий уровень силы духа. Понимаете? Силы есть, дух есть, а силы духа-то нету. В этом и суть заключается. Над семьёй надо работать. Будет трудно, будет фиговенько, будут желания, ну как бы тебя тянет этот грёбаный мир, развлекаться, веселиться, прожигать свою жизнь. Тут же, например, рядом с тобой могут веселиться, вот люди там разведутся, веселуха. И им кажется, что жизнь прекрасна, мы живём один раз. Вы, блин, ублюдки, какой жизнь один раз? Зачем вы передаёте другим людям, что какая жизнь один раз, блин? Вы портите понятие семья. Вот я таких людей вообще не уважаю. Превращается вот в кусок говна, неуважительные вещи делают. Потом вот это всё начинают распространять другим людям, сбивают с толку других людей. Человек, например, там, наконец-то понял, захотел там организовать семью, да? И тут бам, ему говорят, зачем тебе это надо? Веселись один день, там, ты живёшь, там, зачем ты состаришься? Для кого это дети нужны, там? Если ты так думаешь, что ребёнок ненужное существо на этой планете Земля, семья это ненужная штука, то ты ублюдок. Да, зафиксируй. Иди сделай татуировку себе на лоб, прям вот на лбище себе, что ты ублюдок. Вот так и пропиши. Если ты против детей, против семьи, против природы, пиши, что ты ублюдок. Хотите разбогатеть? Научитесь организовывать семью, отвечать за семью до самого грёбаного гроба. Так должно быть. Понятие семья должна быть крепкая, мощная, непоколебимая. Ни одно существо не имеет права, не может просто вот взять и сказать, что это неправильно. Кто-то говорит, типа, там, child free, там, детей... Засранцы! Низкий уровень силы духа вообще никакой, никакой. Понимаете, в чём прикол? Так что, если хотите, блин, разбогатеть, для начала, начинайте вот как-то вот соображать, что вот в семье ты должен быть до упора. Вот пока ты не сдохнешь, вот пока не сдохнешь, все проблемы семьи должен решать. Кто ты должен решать? Если ты взял на себя ответственность за женщину, значит, до конца жизни. Ты должен её контролировать. Что вокруг неё контролировать? Тебя и её контролировать. Детей организовать. Контролировать это. Детей контролировать до конца жизни. Пока у тебя есть возможность дышать, ты отвечаешь за свою семью. Это сила духа. Если ты это осознаешь, начнёшь в этом направлении двигаться, любое другое направление для тебя будет просто. Потому что ты научишься отвечать за чужую жизнь, которая будет уже тебе не чужая. В принципе, нету вообще никакой чужой жизни. Жизнь, она единая. Бог – это бесконечность. Мы – часть этой всей бесконечности. И мы едины. Но люди хрен это всё поймут. Потому что деграданты ещё те. И постоянно, вот знаете, вот один будет человек нормальный с понятием семьи, природы, заработка. И человек миллион вокруг придурков, которые постоянно будут тянуть этого одного человека. Типа, давай веселиться, а давай наркоманить, а давай пошли бухать, а давай пошли... Жизнь одна. Почему? Пошли её прожигать, блин. Почему люди так говорят, что так как у людей нету в башке никакой философии, они не развивают своё мышление. Просто деграданты, которые не развивают своё мышление, у них даже мышление неустойчивое. Так вот у них вырабатывается вот такая фишка, типа вот только вот эта жизнь, и всё, на этом всё закончится, всё, блин, так я пойду лучше тусоваться, вот пойду что-то творить, дичь какую-то творить, ну, потому что жизнь-то одна. Они начинают так думать, потому что они в философии деграданты делают для себя вывод, что эта жизнь, вот ты ограничен только вот этой жизнью, типа вот мне дали вот это вот тело, я вот так вот сейчас существую, всё, умру и всё. Ну, если с таким понятием, да, типа, блин, а чё, нафига всё надо, нафига вот жизнь, нафига семья, бизнес, деньги зарабатывать. С такой позиции, да, вот этот деградант, кажется, что он правильно говорит, что, ну да, иди веселись, туси, у тебя там миллион женщин, детей вокруг понаделал, бизнес тут, бизнес рухнул там, нахер всё. ну, с такой позиции кажется, что, да, всё классненько. Но почему у человека такая позиция? Потому что он по философии деградант, грёбаный тормоз, который не развивает своё мышление, он не может домыслить до бесконечности, до единого большого общего бога. он не может просто преодолеть вот эту бочку говна. Вот представьте, вот бочка говна, один выныривает, такой видит, о, чистый воздух, ни хера себе, оказывается. Ну-ка, давай я выберусь, подышу чистеньким воздухом, как приятно пахнет. Оказывается, мир большой, не только вот эта бочка-то с говном, а тебя снизу тянут, вот эти деграданты. Нет, здесь прекрасно, жизнь одна, вот эта бочка с говном, это единственная жизнь, блин. Вот такой вот вам пример, просто, знаете, вот красивые примеры приводить, люди не очень хотят это слышать. Если я буду это всё так вот подавать, как-то, добрый вечер, там, я хочу рассказать про философию, идите нахер с такими вот подходами, вы не понимаете так. Вам нужно какой-то грёбанный экшен, энергетика нужна, чтобы вы чётко поняли, о чём я говорю. По-другому люди не понимают. Вас нужно взбодрить вот так вот. Ааа, чё происходит вообще? Чё нарёт? И вам покажется, что я психую, что у меня что-то не так, ребята. У меня всё прекрасно, у меня всё под контролем. Просто, чтобы ты очухался, это как берёшь наркомана, обливаешь его холодной водой и пощёчиной даёшь. Он такой, вот так, где я, где я, где я? Ааа, кто ты? И вот тогда ему можно что-то объяснить, как-то помочь. Вот у вас очень похожая ситуация. Если вам так же на таком лёгком, воздушном уровне подачи давать информацию, вы в таком же, вот знаете, вот, как будто у вас энигму включили, вы какой-нибудь фруктоед, у которого уже сил нету в этой жизни ни в чём. И всё. И вот вы не выйдете из этого состояния. Вас надо как-то, ну, хоп, типа, что-нибудь должно произойти, чтобы вы, опа, чё происходит? Вот такая подача работает. Это вот чисто моё наблюдение, мои эксперименты. И это реально работает. Вот я могу менять людей к лучшему, но нужно сначала их чуть-чуть вот эмоционально напречь. Тогда они начинают обращать внимание. Так, чё это чувак орёт? Чё за псих? Ну-ка, давайте послушаем. Так, просто интересно, только потому, что он чё-то там орёт. Странненько как-то разговаривает. То ли псих, а вроде нормальные вещи говорит. Чё с ним такое? Тем самым притягивает. Так что, ребята, это вы должны научиться вылазить из того состояния, в которое вас тянет деградирующее общество. Не нужно слушать таких людей. Семья, ваша женщина, ваши дети. Это важно. До конца жизни. Нету никакого момента, когда наступит тот момент, когда ты можешь расслабиться и не отвечать уже за своих детей, типа, они стали совершеннолетние. Посылайте нахер тех людей, кто вам говорит, что есть это самое время. Ему 18 лет, пусть делает, чё хочет. Какого хрена вообще? ты родитель до конца жизни. Нужно показывать своим детям, что ты тот самый, который контролирует всё нахрен вокруг. Всё контролирует. Вот пока я не сдохну, я буду всё контролировать. И это должны все чувствовать. Они должны это понимать. Если ты хочешь быть нормальным отцом, дай вот это чувство своей женщине, своим детям, окружающим людям, они должны понимать, что если что, то ты за базар отвечаешь, что ты тут как тут. На тебя можно надеяться. Ты непоколебим. Что бы ни происходило, тебе похер. Ты решишь вопрос. Какой вопрос? Любой вопрос. Любой вопрос ты должен решать. Не знаешь как? Научись. Вот если у вас такое будет понимание, то вы в принципе добьетесь вообще в любых направлениях хороших результатов. И вот исходя вот из этих пониманий люди и начинают зарабатывать хорошие деньги. Тут нужно решать, конечно, баланс должен быть. Потому что в мире миллион дебилов один нормальный человек. И из-за того, что дисбаланс на сегодняшний день происходит, деградация больше, чем нормальные люди. Из-за этого приходится чуть вот корректировать надо, ловить момент. Я бы мог еще лучше человеком быть, но так как вокруг очень много деградирующего общества, приходится как бы на их волне маленько существовать, чтобы внедриться и их переделывать, блин, мудаков этих. Чтобы они выровнялись, стали нормальными людьми. Люди могут переделываться. Просто ребенок рождается, общество начинает на него давить и пытается сделать засранцем. Сейчас, например, вокруг да около диктуются очень слабые вещи. Такие вещи, которые противоречат вообще человеческому какому-то понятию, психологии. Мы примерно такие же существа, как пчелы и муравьи. Это самый лучший пример. Ради общества, ради семьи, ради общего блага человек до конца жизни существует. Но нам втирают следующие вещи. Ты один, добейся успеха, все вокруг никто, ты кто. Иди выпендривайся перед всеми. Я тут недавно снял видео, рассказал вот мой дом и все такое. В принципе, уровень жизни у меня достаточно неплохой. я не знаю, для кого-то он хороший, для кого-то никакой. Мне, если честно, по барабану вообще какой-то уровень. У меня есть машина, да, нормально бабла стоит, дом есть, второй дом есть, родителям дом купил. В принципе, неплохо зарабатываю, двор, огород, сад, это все улучшаю, блин, с каждым днем. И вот люди пишут, что очень странно, Эдгар, ты вроде как имеешь денег, но при этом не выпендриваешься. А почему я должен выпендриваться? Это что, из камня домик построил, из пластмасски машинку сделали, я в ней сижу, и я должен какой-то другой человек должен стать? Это деграданты так делают. Сколько бы у меня не было бабла, я буду говорить ровно то, что я вот сейчас вам говорю. деграданты буду делать наоборот. У них по мере появления, например, новые часики на руках. Заметили, я цацки не ношу, я не ношу ничего, вообще ничего, я бороду ношу. Почему? Потому, что это природа, это моя природа, мужская природа, борода растет, ну и ништяк. Нахера мне эти цепочки, цацки, всякая херня на моем теле. Нафиг это мне надо вообще. Мне это не нужно. И вам тоже эта херня не нужна. Таскать с собой вот это вот дерьмо на своем теле постоянно, блин. Зачем? Чтобы время посмотреть, в телефоне посмотри. мужики. Но вот у людей это проблема, очень большая проблема. Вы думаете, там шматье оденете, какие-то на себя нацепите хрень какую-то, выможетесь, блин, мужики, как бабы, крема какие-то, сережки, прически, блин, что вообще за херня происходит с человечеством? Мужик просто нужен как стабильное, четко отвечающее за базар существо. Все. Потому что женщина это противоположность. Женщина, она может нервничать, переживать, миллион раз передумать, сомневаться постоянно. Это женская суть, это нормально, так должно быть. Мужчина наоборот, он ни в чем не сомневается, быстро решает вопросы, принимает решение сразу успокоительное. Мужик это просто успокаивающее существо. Вокруг что-то происходит и говоришь все ништяк, не бздим, прорвемся, все ништяк, все держим себя в руках, так, не орем, успокойся, сядь, все будет хорошо, блин. Вот примерно для чего нужен мужчина. Нахера вам цацки и всякую херню, и чтобы что? Что ты будешь с этим, блин, делать? Что? Ничего, блин. Просто в чем проблема-то заключается? Почему начинают мужики превращаться, блин, в телочек? Потому что сбиты с толку, философия поменялась, сбиваются с толку, стесняются бороды. Вы вообще, блин, у вас крышняк поехал, что ли, стесняться своей природы. Я просто охереваю уже сколько вот лет, наверное, 10 или сколько больше у меня вот борода. До того, как было популярно в тренде борода, я ее носил. Тогда как так? Что это такое, блин? Потом появился тренд, более-менее что-то люди начали, так, знаете, так боятся это сделать. Я вот замечаю, что столько мужиков хотят носить бороду, просто, ну почему? Ну просто так, по кайфу, это моя природа, вот просто так, просто. И очкуют, смотрят на тебя, так, я прям эти взгляды вот прям вижу, знаете, есть взгляды охеревающие, типа, ладно там с женщиной офигевает, но мужик видит другого мужика с бородой и он в шоке. Что это за мужик? Мне вообще похер, как выглядит другой мужик. Какая вообще нафиг разница? Как это он выглядит, да и ладно. Самое главное, что он говорит, его какие-то действия. Но люди очкуют просто за бороду, за обычную природу человека. Куда там уже вам деньги зарабатывать? Или вот это украшение из бороды делают настолько все красиво, что просто, блин, превращаетесь в каких-то баб. Просто зачем это делать? Ну, постриги ты как-то, ну, что ты в бабу превращаешься? смотришь на некоторых такую хрень на рожи своей понаделают? У вас на это время есть? Просто у вас на это есть время? Я офигеваю. в основном все люди, которые реально зарабатывают деньги, они не очень сильно мужики, имея ввиду, запариваются по поводу вообще внешнего вида. Им вообще почер на все. Ну, они максимально просто выглядят. Ты даже можешь ошибиться, увидев какого-то человека, у него могут быть очень, ну, миллионы, а он может быть вот по дороге просто идти, и ты даже не поймешь, что он миллионер, что он сильным духом человек, что он решает очень серьезные вопросы, потому что вам в бошку то вбили, что, что он как должен выглядеть. Брендовая одежда, цацки, пострижен, там, все так должно быть, как диктует, как должен сейчас современный выглядеть гомосек. Вот примерно так. Так что, ребята, сила, духа, ответственность, это все приводит к богатству, к богатству во всех значениях, богатству. Я лично очень богат понятиями очень богат, понимаете? По деньгам я не знаю, для кого как это может. Я говорю, кому-то это много, кому-то это мало. Мне это достаточно. Я довел состояние своей жизни до такого уровня, что крыши есть, есть на чем ездить, есть что есть. И в принципе хорошо. Теперь нужно удерживать эту штуку и потихонечку улучшать. Не забывать про семью, контролировать вот эти семейные какие-то вопросы, задачи. и жить все больше и не надо. Не надо миллион домов, не надо миллион женщин. Это все нахер ненужные штуки. Жизнь очень коротка. Ты из этой жизни выжимай серьезные вещи за вот тот срок, который тебе выделен. И потом следующий этап у тебя будет другой состояние твоего духа. И там будешь решать совсем другие задачи. Но чтобы переходить на другие уровни жизни, чтобы твоя душа, так сказать, блуждала в бесконечном Боге и могла увидеть что-то иное и возможно еще какие-то другие вещи прочувствовать, другую ответственность на себя взять. Ты должен в этой жизни это для начала сделать. Если у тебя там охеренные часики и у тебя прическа как у бабы, то вряд ли твоя душа будет блуждать в следующей какой-то жизни. Ты будешь зациклен на одном и том же пространстве. Понимаете? сейчас скажете, блин, а при чем тут пространство боги с заработком денег? Сам говоришь ролик, мне говорят иногда типа кликбейт там. Называешь ролик как стать богатым, а сам рассказываешь про каких-то богов, блин. Как ты станешь богатым, блин? Если ты ни хера разбираться не хочешь ни в чем, вы просто берете одну свою извилинку в какое-то направление тянете и хотите быть богатыми, блин. развивайте мышление, философию развивайте, обучайтесь направления там заработка, организуйте семью, работайте в этом направлении, не забывайте про общество, не забывайте про природу, во всех направлениях по чуть-чуть, ежедневно, помаленечку, ответственно, помаленьку идем вперед, каждый день по чуть-чуть, каждый день ответственно по чуть-чуть, к тебе подходит какой-то ублюдок, говорит, это не интересно, это не весело, это нудно и скучно, я хочу все и сразу, ты говоришь, пошел нахер, ты должен делать каждый день по чуть-чуть, ответственно, нудно, вот нудная тема, это мужская тема, нудно, четко, каждый день, тебе будут подходить твои дети, жена, родители, родня, общество, космос будет тебя донимать, будут тебя препятствия всякие устраивать в этой жизни, постоянно, ты в движухе находишься, как ты можешь быть, блин, максимально, типа, нихера не делать, блин, а в чем интерес тогда этой жизни, интерес заключается в том, что всякая движуха происходит, ты в этом всем, и ты не сдаешься, вот, не сдавайся вообще, чтоб с тобой не было, единственное, когда ты можешь уже, ну, типа, ты сдался, это когда ты уже не понимаешь, как, ну, ты уже не контролируешь собой все, ты сдох, вот тогда можешь ничего не делать, но и дальше я не думаю, что когда ты умер, тоже ничего не надо делать, там своя движуха есть, и так ты набираешь эту гребаную силу духа, ты тот, вокруг кого крутится то, что крутится, понимаете, ты должен быть сильным, чтобы в тебя верили, ты должен давать дух другим людям, я вам этот дух даю, понимаете, я с вами это делюсь, не только про себя думаю, не только про свою семью, я и про вас тоже думаю, почему, потому что мы общество, мы часть человеков, понимаете, мы должны делиться, не стесняйтесь делиться с обществом своим мнением, давайте дух другим людям, объясняйте детям, что семья это четкая штука, нужно быть сильным во всем, не нужно сдаваться, чтобы не происходило, не сдавайся, до конца, не нужно бухать, наркоманить, уходить, блин, в негатив и в депрессии, какая депрессия вообще, я вообще не понимаю для мужика, мужик-депрессия придурок, мужик не имеет права вообще это слово применять, я в депрессии, ну ни хера себе, иди он ударь себя разочек блин, об стенку, депрессия у него, не превращайтесь в женщин, эта женщина имеет право говорить, у нее депрессия, это женская натура, я сейчас не оскорбляю женщин, я не говорю, что это плохо, это сущность женщин, они должны такими быть, если женщина не будет слабой, не будет миллион раз менять свое мнение, то у нас у мужчин не будет возможности быть мужчинами, это типа иниянь, противоположность, женщина должна быть такой, женщина должна быть слабой, милой, спокойной, не знаю, там, за детей переживать, нежной, не должна быть сильной, как мужик, должна быть слабой, не должна тыкать в мужиков и говорить, что им делать, как им одеваться, как выглядеть, у меня там частенько пишут, вот, насчет бороды, столько людей обламываются, понимаете, у людей внутри говнецо, вот, им плохо, уровень силы духа у них очень низкий, ты просто снимаешь там видео, где показываешь, как ты делаешь шашлык, ничего никому не объясняешь, никакое философское видео, никакое там мотивационное, просто своя жизнь, вы что-то делаете, и вот такие комментарии, типа, все бы было хорошо, но вот борода только вот борода мешает, думаешь, слабаки вы, слабаки, слабаки при чем тут моя борода, и как я выгляжу, ну, вот, при чем тут это, пишет одна женщина, эх, типа, вспоминается мне, она там так пишет, я вам это стараюсь как-то передать, типа, раньше у мужчин были такие, типа, длинные волосы, короткая борода, и пример там привела, типа, в стиле, там, я не знаю кто, стиль такой, знаете, как серфингисты же, есть длинными кудрями волосами и с короткой бородой, сережкой там, вот, типа, вот это классное состояние мужчины, вот такие, а теперь, типа, побрились, отрастили, а что вы подмышки не отрастите, а что там ниже тоже не отрастите, и всякую бредятину несут, думаешь, женщина, узбогойзе, вообще ты мужчине пишешь такую херню, и вот эти женщины хотят, чтобы мужчины нормально их нашли, и была семья, но если ты лезешь и к своему мужчине диктуешь, какая у него должна быть борода, все будет херово у тебя в жизни, и в ваших семейных взаимоотношениях будет максимально херово, твой мужчина хочет, допустим, так жить, почему я это говорю, ну потому что сколько я людей знаю, все очкуют по поводу этого, а почему я этого касаюсь, ну потому что я так хожу, другие тоже так хотят, что-то там пробуют, на них идет женское какое-то давление, и это естественно, как-то узнаешь про это, думаешь, бедные мужики, ну я не знаю, вряд ли мужики, потому что был бы мужик, у него бы этой проблемы не было, я вообще не представляю, как может быть этой проблемой, я вот так хочу, и все, и все, все, почему это должно обсуждаться, просто, вы понимаете, в чем суть заключается, женщины превышают свои полномочия, мужики перестали брать на себя ответственность, а потом хотят разбогатеть, потом хотят хорошие семьи, хотят хорошую гребаную жизнь, повеселиться, блин, нет, не получится так, так не получится, ребята, мир катится чуть-чуть в жопу, но мы выживем, понимаете, я буду людям объяснять, что нужно делать, что понятие семья это серьезная штука, мужчина должен остаться мужчиной, женщина женщиной, и не ведитесь на всяких ублюдков, заграничное дерьмо, которое вам навязывают через телевидение и через разные системы, не давайте своим детям превращаться в придурков, сделайте так, чтобы ваш ребенок, мужчина был мужчиной, женщина женщиной, и они ценили семейное понятие, и вы оставайтесь ответственным за все вот это до конца ваших дней, вот тогда будет охеренно общество, всем будет хорошо, у всех будут яблочки, вот яблочки, да, вот огород, я сейчас, растения мои растут каждый день, это нужно сколько лет, много лет надо, чтобы фруктовый сад вырос, никто не хочет возиться, просто понятие фруктового сада берут и конкретно вот просто убивают, вот просто уничтожение понятия выращивания в природе идет, одну семечку посадил, у тебя вырастает за сезон, блин, еще тысячу, тысячу, еще на следующее сажаешь, у тебя умножается еще на много тысяч, буквально пять лет можно прокормить, блин, ну не знаю, планету Земля, а у нас жрать типа нечего, да, бедные люди голодают, скопились в городах, не разбираются как морковка растет и жалуются, ой, на планете что-то происходит, наводнение, а где у нас наводнение-то все эти происходят по телевизору, на ютубе, вы, наверное, смотрите, да, конец света-то, то тут наводнение, то там наводнение, а где эти наводнения, в основном в городах, а почему, а потому что забетонировали нахрен все, деревья повырубали, и почему там не должен быть интересно потоп, я общаюсь с людьми, говорю, я вот посадил дома березы, сосну, сейчас посажу еще дуб, осину посажу, и вот такие вот шары у людей, дуб, возле дома, береза возле дома, да ты псих, почему говорю псих, нельзя, поверье чего-то, нельзя, почему, почему-то корни разрушат дом, все будет херово, вы вообще, блин, с ума сошли все там, что вы вообще несете, дуб, это один из мощнейших, ну, мощнейшая система, которая может втягивать в себя очень много жидкости, воду забирать, люди сажали дубы, березы, в огороде, вокруг домов, там, где они жили, почему, потому что, когда очень много воды, допустим, там начинается ливни, да, то эти деревья втягивают всю эту воду в себя, изучите, что такое дерево, разные деревья, у всех свое предназначение есть, сейчас, что сделали, вырубили все деревья, посадили какие-то туи, весь мир какой-то туянутые стали, что ты хочешь сделать, купить дом и посадить туи, все, дуб не хочешь посадить, березку не хочешь посадить, нет, а в России живешь, да, любишь Россию, да, конечно, патриот, да, конечно, что есть Россия для тебя, несколько вещей перечислите, ну, и люди, вот слушаешь, что говорят, ну, березы, березы, ну, березы, так, ромашки там, ромашки, и вот перечисление каких-то национальных вещей, и такое говоришь, ты вот сейчас перечислил, да, ты этим гордишься же, да, там, березой, дубом, ромашками, семья, банька, и все такое, гордишься? Да, у тебя есть во дворе береза или дуб? Нет, ты что, нельзя береза во дворе или дуб? Зачем? Нет, нельзя. А ты гордишься за Россию? Да. Что есть Россия? Береза, дуб. А почему у тебя нет во дворе этого? Ромашки. ой, это сорняк, это херня, это сорняк, это нужно выкидывать. Так ты гордишься своей Россией? Или все-таки ты гребаный идиот? Все, что перечисляете, что есть Россия, что есть сила, что есть то, где ты живешь, вы все против этого. Я, начиная у себя огород, сад, да, вот несколько лет этим занимаюсь, столкнулся с таким, блин, дебилизмом просто из 100%, 99% людей против тех вещей, которые являются ценностью этой местности. Все, что относится к патриотизму, они против этого. И вот это просто какой-то парадокс получается. Мне нравится березка, ну я против нее. Ромашки классные штуки, это сорняк. Идиоты. Я вот, просто я, последние годы, айх, охреневают, что происходит вообще. И вот так вот, во всех направлениях, начинаешь вот в семейное понятие внедряться с людьми, разговаривать. Да ну ты что, пусть сама жена разбирается, у нас разделенный бюджет. Как может в семье быть раздельный бюджет? У жены свой бюджет, у тебя свой, у детей свой бюджет. Вы придурки, что ли? Как можно разделять бюджет, блин? Как? Типа, хотят что-то сделать дома, и вот это, я вот этого вообще хереваю. Подходит, говорит, слушай, ну муж с женой общаются, и хотят что-то в общем своем доме сделать. Ты можешь дать им, добавишь мне денег, чтобы я там, а что вон со своей зарплатой, а что сам делай? Я такие разговоры, когда слышу, и хочется сказать, ребята, вы семья или что вообще? Или вы сумасшедшие? Сошедшие с ума вообще? В смысле у друг друга денег просите? Как может в семье люди разделять бюджет и у друг друга денег просить? Или когда начинают разговаривать, типа, я на нее ничего не напишу, потому что если мы разведемся, чтобы ей это не досталось. Хочется сказать, ну ты и чмо. Ну, я не знаю, мне много чего хочется сказать такому мужику, блин. Жениться, чтобы заранее отдельные деньги, ничего не писать, потому что, вероятно, если он разведется, слабаки. Как можно такие мысли в башке у себя допускать, да? У жене отдельный бюджет. Охереть просто. Это семья, что ли? Да это дерьмо, а не семья. Это не семья. У вас не семья, если вы так делаете. Семья это когда одна единая крошка хлеба для всех едина. Буханка для всех едина. Деньги для всех едины. Или когда отдыхать ездят, муж отдельно на свое бабло, жена на свое, потом они считаются семьей, дети там выросли, валите там, сами отвечаете, кто-то у кого-то, дети у родителей денег в долг берут. Как можно брать... Я сейчас пойду к своему 14-летнему сыну, дай денег в долг, сынок, или сын у меня, пап, дай денег в долг. Получит пороже, блин, сразу, если он только такое произнесет. Надо денег, скажи, бать, надо денег. Просто обсудим для чего и решим этот вопрос. Я не допускаю таких вещей, чтобы мне говорили мои дети, дай денег, я потом тебе отдам. Просто... В смысле? Мы семья, гребаная семья, нельзя так... Отдал, ну как бы, в смысле даже понятие отдал, не отдал, ну просто вопрос в семье, решай, все. И вот так вот люди хотят в этой жизни к чему-то прийти, чего-то там достичь. Слабо общество, слабые понятия, вообще просто сбиты с толку. Так что, ребята, не стесняйтесь своей природы, цените понятие семья, не разделяйте внутри семьи ничего, все едино и цело, кулак, это как ты, у тебя каждый палец сам по себе будет тусоваться и у друг друга в долг брать. Такой, хочешь взять лопату, чтобы, да, что-то сделать? Лом надо взять, чтобы в драке кого-то победить. Допустим, и тебе один палец говорит, знаешь что, я не участвую, а я тоже, и останется только вот один палец, который говорит, ну, я буду бороться за эту жизнь, но один я лом не смогу держать. Семья, вот она, никто не обсуждает, когда вы беретесь хваткой за что-либо, вся рука в едином порыве делает это, и ты идешь и побеждаешь. Вот примерно так вы должны действовать. это вот ваша семья. Это вы. Вы контролируете вашу семью, ваши понятия, вашу жизнь. Вот. Если тут тупизм, все развалится, понимаете? Все развалится. я вроде хотел рассказать, как заработать денег. Так вот, ребята, мне задают этот вопрос, как, Эдгар, заработать денег, как прийти к жизни, когда, ну, вот так вот у тебя ты не развелся, дети растут, да, зарабатывают, все нормально. Как так? Как так, блин? Ну, вот так. Вот то, что я вам сейчас перечислил. Нужно отвечать за базар в этой жизни. Понимаете? До упора. Как-то вот так, ребята, возможно, кого-то я оскорбил. Правильно сделал? Взбодрись, дружище. Возьми себя в руки, пересмотри свои понятия, отнесись посерьезнее к окружающей, среде, людям и своей семье. Уважай свою семью. Отвечай за свою семью. Гордись своей семьей, гордись своей родиной, гордись березкой и дубом. Не стесняйся сажать дуб у себя во дворе. Даже если вокруг деграданты всякие говорят, что этого нельзя делать. Сейчас будут диктовать людям, что семья – это херовая идея, не нужно это. Вы будете слушаться таких дебилов и не будете создавать семью, потому что так говорит кто-то. Ты не посадишь березу или дуб только потому, что тебе кто-то это сказал. Кто они такие, что такое говорить? Из древних дубы росли, растут и будут расти, потому что я сажаю, потому что я держу понятие семья, потому что я держу понятие природы. Горжусь тем, что я живу здесь и кем я являюсь. Горжусь тем, что я мужчина и у меня есть борода. Так надо, понимаете? Не нужно сомневаться. Не сомневайтесь, не разрешайтесь, чтобы вас закидывали семечку сомнения. Сразу вот так вот фофан такому человеку, кто хочет это сделать. Не разрешайте, понимаете? Чтобы этого не делать, вот просто гордо говорите это. Гордо говорите за то, что серьезно, настоящее. За эти вещи гордо говорите. Хотят что-то тебе за дерево сказать. Скажите, ты что, блин, дуб? Ну, в смысле, не он, а это дуб. Ты что, блин, братан, разберись сначала, что это такое. А потом тут мне втирай про всякие корни, кто-то кого-то там развалит дом. Это дуб. Дуб, понимаешь? Или ты не понимаешь? Силы духа у тебя нету, поэтому ты, наверное, не понимаешь. Вот в чем суть заработка и богатства. богатства ума. Тогда будет все вокруг хорошо. Все ссылочки в описании. Переходите, изучайте, учитесь, набирайте силы духа, не бздите, прорвемся. Увидимся в гребанной бесконечности. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо.